как начинать альбом никто не знал с чего начинать сначала была идея потом коля стал писать пробовать какие-то я даже не знаю до сих пор как это называть песни или композиции ну будем называть песни стали обсуждать и было решение что вот у нас есть коллектив музыкантов которые с ним работают сообща мы садимся куда-то в какую-то студию и начинаем что называется коллективное творчество а еще одна идея основная мы была сразу как бы нами определена что мы весь альбом пишем только на натуральных инструментах сразу поставили перед микрофоном включают музыку я спрашиваю о чем надо играть николай начинает мне рассказывать представь себе горит горы тибет вершины которые вокруг которых летят облака и ты как бы прожил на этой земле сколько-то лет имеешь определенный опыт жизни мудрость наполовину ты выше этих облаков наполовину ты ниже этих облаков подумай что ты можешь сыграть тут первый раз не появилась как бы возможность высказаться и поработать как художник то есть изобразить то что чувствуешь то что хочешь без никаких рамок без без нот абсолютно то что лежит на душе первая проблема это барабаны и пас гитара пришел один басист второй басист третий музыканты с совестью обычно говорили такую вещь что все понимаем сыграть не можем музыканты так сказать без музыкантской этики говорили что так сказать это невозможно сыграть или что я не понимаю что ну как бы кричали топали ногами разворачивались уходили несколько песен сыграл наш барабанщик с кем кто сколь работает это также в альбоме принимали участие и многие другие музыканты то есть драмс писала два барабанщика это сергей ефимов и от сам петрухин бас-гитару писал тоже два музыканта то есть это игорь хомич и александр рамос на перкуссии играл но он в принципе парень русский но называет себя таким индийским именем который ему дали выйдет когда он там был и джа проблема была на лицо какая в нашей стране очень большая беда с тем что студии давно перешли на способ работы ну скажем технологические то есть пишут компьютеры пишут виртуальные инструменты очень мало стали использовать живой живого звучания инструментов тем более бэндового то есть где участвуют барабаны бас гитара где участвуют там хороший клавишные инструменты тем более духовые тем более такой инструмент как курай появился естественно ряд перкуссионных инструментов очень большой ну естественно главное это табло и столкнулись проблемы что не знает никто как это озвучивать как это прописывать какая нужна для этого студия как какие нужны нужен набор аппаратуры стали искать студии смотрели очень долго довольно выбирали но остановились вот на одной студии нам она понравилась crime records звукорежиссером альбома был вячеслав кисляков продюсером студии был игорь кельзы весь альбом экономически коля работал без продюсеров то есть без помощи не было практически ниоткуда а это естественно очень довольно серьезные суммы время просто снять студию для того что приходить на 6 часов на смену нас это не устраивало то есть нам нужно был промтайм чтобы то есть мы могли там совершенно спокойно работать и нас никто не дергал смены были по 22 по 23 часа причем сна 6 конечно прижим стало прижимать времени под началом его как бы на него не обращали внимание потом естественные сроки и все и надо альбом выпускать и потом в любом случае еще раз говорю что все очень дорого поэтому смены стали делать очень большие титанический труд конечно просто титанический я не знаю если бы характера не сложились то есть выдержать такой труд чтобы так в студии отсидеть я думаю ну не знаю я такого опыта не вижу чтобы кто-то так делал но очень старались потому что очень их очень хотелось результат получить николай носков я так думаю это наверное человек для музыкантов которым надо сказать очень большое спасибо за то что он дает прекрасную возможность самовыразиться музыкантом дает прекрасную возможность почувствовать себя творцами я очень рад возможности появился такой шанс встретиться с музыкантом мирового уровня и иметь возможность общаться и перенять этот опыт спасибо большое альбом был записан на крем рекордс здесь в москве мастеринг был сделан в швеции почему именно мастеринг швеции потому что у нас в москве в принципе с мастеринговыми такими вот студиями проблема потому что мастеринговое оборудование это очень дорогое оборудование если это не цифровое нам захотелось именно придать звучанию нашего альбома более мягкое поэтому и я нашел в швеции такую студию и поехал туда и вот как бы пропустив нашу музыку через вот эти вот все аналоговые приборы где-то как-то мы добились того чего хотели в принципе от звучания альбом называется по пояс в небе он включает себя 10 композиций как мне кажется все достаточно выдержано в одном каком-то направлении стиле хотя говорить мне стиле мне кажется это не всем корректно потому что я в принципе никогда не придерживался никаких стилей я только полагался всегда на свой вкус каждый альбом мой от предыдущего отличается но каждый из этих альбомов он выдержан все таки вот каком-то определенном таком вот направлении выражает какую-то одну мысль одно такое вот чувство и настроение то есть дешу тишиной это был альбом который был написан вот будучи в состоянии вот такого совершенно покоя альбом по пояс в небе здесь очень много разных эмоций поэтому какой-то степени начала альбома как мне кажется она все выдержаны все в одном настроении но потом она чуть-чуть это настроение порвалось потому что но она и в жизни так происходило здесь нет ничего надуманного то есть как чувствовалось так оно и писалось коля энергетический человек очень мощный он подпитать конечно может очень сильно то есть заразить и это очень большое дело то есть отсюда конечно ну